С поездки не спал, не дремал. Полежал, отдохнул. Время пол четвертого. Сейчас, так сказать, на уставшей волне, вам поведаю свою гипотезу, свое предположение. Не претендуя на истину. Но, значит, вот здесь, судя по дорожному рельефу, можно наблюдать, что когда-то здесь была дорога. То есть, как сказать, колейное такое вот образование. Вы понимаете, о чем. И вот она так идет, идет и резко обрывается. В те предыдущие года, когда я ходил вдоль обрыва, то, так сказать, там, где указка оканчивается, точно такая же картина здоровая, как и здесь. То есть, то есть, из этого, я предполагаю, что, возможно, в том веке, позапрошлом веке, а то, может быть, и раньше, этот бугор кончался, возможно, здесь. А, возможно, и за вон теми вот кустами. Сейчас приближу, дабы тоже в те годы я там проходил, ознакомливался с территорией. И за теми кустами можно обнаружить старое русло. Тоже, как из предположения. Дабы тоже имеет на рельефе довольно-таки отчетливые контуры. То есть, десятилетиями река подмывала, подмывала и, так сказать, создала картину, которую мы сейчас видим. Ну и сейчас процесс, так сказать, продолжается. Вот, можно наблюдать опавшие деревья. Вот, весь грунт река вниз по течению сносит и вот за бугром вплоть до падения реки Воронеж сплошные мели. Недавно земснаряд там работал, возможно, и в советские года земснаряд все это вычищает, дабы представить, какой объем здесь, так сказать, река подмывала и уносила. Ну, мое предположение не претендуемое истину. Можно ли остановить этот процесс? Я думаю, можно. Потому что, насколько я знаю, есть технологии, есть, так сказать, аппаратура, который все это может остановить в таком виде, в каком сейчас все это есть. Ну, все это дорого, все это, видимо, никому не нужно. Ну, с другой стороны, с другой стороны, в природе такие вот процессы, они естественные. Дальше вниз по течению на Дону можно подобные встретить места. Смотрите.